Итак, самое доброе утро. Сегодня 29-е, по-моему. 29-е июля. Я что хотела сказать. Сегодня с мужем сидели с утра, как всегда, в нашем гараже. Или кофе разговаривали. И я ему задаю вопрос. Сейчас я дочку беру кондиционер, а то сильно шумит. Но в лице очень жарко. И он мне... Сейчас, до вопроса я дойду. Я хочу сказать, что каждый день, наверное, раз я тебя люблю. Вот проходит мимо, или там я на кухне, он в комнате кричит. I love you! Я кричу ему тоже. I love you too! Или просто мимо меня проходит. Раз, у меня плечо поцеловал. I love you. Или там... I'm happiest woman in the world. Чуть не сказала woman. Okay, my turn. Я просто к чему это говорю? Это не подписали. И в личку, и везде. Я не могу сказать, люблю свою маму. Я не могу сказать, я тебя люблю своей маме. Просто взять и переступить. Взять и сказать, мама, я тебе... Ну как это? Мама, это святое. Ну ладно. А детям надо говорить, я тебя люблю. Постоянно. С утра до ночи. Утром, вечером, днём. По телефону всегда. Это моё твёрдое мнение. Это не только помогает жить, что ли. Это вселяет какую-то, наверное, уверенность. Энергетику какую-то, я не знаю. Со словами «я тебя люблю» что-то передаётся человеку. Ладно. Так вот, по поводу моего мужа. Почему я завела вообще этот разговор? И вот мы сидим опять же, пьём кофе, разговариваем. Там собака наша, там что-то там. Сидим-сидим. И он мне опять «я тебя люблю». Я ему говорю «я тебя тоже люблю». Или часто я кричу, я ему кричу или говорю «я тебя люблю больше». «Я тебя люблю больше». Он говорит «но, но, я тебя люблю больше». И мы начинаем спорить, кто кого больше любит. Вот если честно, мы живём с мужем уже восьмой год вместе. Плюс год переписки у нас был по интернету. Конечно, я не буду кривить душой и говорить, что прямо у нас такая сумасшедшая любовь сейчас. Оно всё затихает, всё это, конечно, куда-то уходит. И остаётся вот это, как бы, многие называют это рутиной. Но это не рутина, это самая обычная ежедневная жизнь. И вот если просто жить ежедневной жизнью и забыть сказать твоему мужу, либо жене сказать «я тебя люблю», это действительно тогда превратится в рутину. Тогда действительно жизнь станет рутиной. Я хочу сказать, что семейная жизнь — это моё личное мнение. Я ни с кем спорить не буду, и я не навязываю своё мнение. Это моё личное мнение. Я считаю, что семейная жизнь — это достаточно сложное, наверное, испытание. Не всякий выдерживает это испытание, потому что в процессе жизни возникают какие-то проблемы, какие-то вопросы, какие-то споры. Кстати, люди разводятся из-за ничего, из-за ерунды какой-то, которую можно было бы как бы решить мирным путём. Я тоже очень, я такая взрывная, тоже постоянно с мужем разводилась, наверное, раз в 50 за эти 7 лет. Я тоже взорвалась, всё, развожусь, всё, всё, всё. Потом отхожу и через 20 минут всё нормально. Но дело не в этом. Я просто что хочу сказать, что когда мы живём, первый год, конечно, первый-второй год, там любовь, а потом оно как бы оседает, оно как оседает, 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 и эта любовь, она приобретает новую форму, она не пропадает, она просто выступает в новой роли, в новой форме, более спокойная, более как бы размеренная. И уже, и чтобы вот это не превратилось в рутину, вот эта жизнь семейная, надо, конечно, иногда взбодряться. Я хочу сказать точно, 100% я уверена в том, что иногда нужно иметь какие-то скандальчики маленькие. Потому что без скандалов, когда мне говорят, мы с женой прожили там 20-30 лет, не ругались, мне честно, мне жалко таких людей. Это неправильно, это просто неестественно, такого быть не может. Два взрослых человека, и между вами никогда не было никаких разногласий, это невозможно, это нереально, это просто нереально. И поэтому, когда вот это вот семейное бытие, оно такое устаканенное, такое равновешенное, тишина, покой, и начинается какие-то вот, начинается уже что-то типа boring, как сказать, иногда бывают моменты, когда становится скучно, что ли. И вот тут необходим ураган. Вот тут необходим ураган. Это как низовка. В Черном море летом, особенно летом, ну зимой всегда холодная вода, летом, когда горячая вода уже там 26-27 градусов, и море такое становится не очень прозрачное, вдруг раз приходит низовка, холодная-холодная вода, то есть она снизу поднимается наверх, всё это очищает, верхний слой воды куда-то уходит, сгрязью там со всеми этими, с тёплой водой. И прозрачная чистая вода, очень-очень холодная, несколько дней называют её низовка. Так вот, я думаю, что в жизни, в нашей семейной жизни, в любого из нас, тоже должна прийти вот такая низовочка, чтобы всё это почистить, сболтнуть вот это болотце, в котором мы шлёпаемся своими, как лягушечки, ножками, и немножко освежить ощущения и взаимоотношения, я бы так сказала. Поэтому не бойтесь, не бойтесь иногда и поскандалить, но когда скандалишь, не надо оскорблять и не надо унижать. Самое страшное, когда скандалишь и начинаешь, ну это не очень умные женщины, не очень умные мужчины так поступают, начинают вываливать всю грязь. Можно поскандалить, поорать, побить чашки даже, побить тарелки, это нормально. Но не надо никогда опускаться до унижения. И тогда, я думаю, тогда жизнь будет прекрасна. Так что я хотела всё-таки сказать? Я начала издалека, и вот никак не дойду до того, что я хотела с самого начала сказать. Так вот мы сидим с моим мужем, разговариваем, и вдруг у меня возникает вопрос. Я у него третья жена, с первой женой он прожил не очень долго, ну они успели родить трёх детей, она умерла. Я не буду сейчас вдаваться подробностей, царство небесное, неважно. Важно то, что со второй женой он прожил 26 лет. Он мне говорит, я тебя люблю. Я так раз, я говорю, я говорю, можно тебе задать вопрос? Я говорю, а ты говорил, как ты говорил, как часто ты говорил своим женам, ну я имею в виду последнюю жену, предпоследнюю, ту, до меня, экс. Я говорю, потому что за ту, я уже не спрашиваю, потому что это было очень давно, они были молодые, там дети, в общем, там какие-то проблемки были. Я говорю, как часто ты своей жене говорил, я тебя люблю. Он говорит, ты хочешь сказать, чтобы я тебе соврала или сказал тебе честно? Я говорю, естественно, я хочу, я хочу, чтобы ты мне сказал честно, потому что ты знаешь меня. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И потом, он знает, я ревнивая безумная, я безумно, безумно ревнивая. Ревность родилась раньше меня. Ну ладно. Я говорю, конечно, правду. Он говорит, да, я говорил ей, я и говорил каждый день, я тебя люблю. Я говорю. А он говорит, ну она мне в ответ отвечала, me too. Я тоже. Он говорит, она никогда не сказала мне, я тебя люблю. Она никогда не сказала мне первое, я тебя люблю. Он говорит, я всегда, ну у меня муж такой, что он, мы когда с ним только познакомились, он говорит, я не могу жить без любви, мне нужна любовь. Ну скорпион, там буря чувств, там буря энергетики, конечно, и, ну это, это просто, ну такой человек. И вот честно сказать, я его очень уважаю, своего мужа, он у меня умничка, конечно, но тут я еще, как бы, еще больше им загорделась, потому что я буквально два дня назад делала видео, скажи мне кто твой муж, и я скажу кто твой. Потому что, как правило, бывших жен, либо бывших мужей, там выливают уши. Да, он не рассказывал про проблемы, я знаю про проблемы, какие были, что, но он рассказывал это чинно, достойно, не унижая свою жену, бывшую, я имею ввиду, ну так, так как должен поступать собственно настоящий мужчина. Как бы там ни было, развелись, это нормальный процесс, процесс роста прекратился, начался процесс деления. Когда прекращается рост, надо разводиться. Гу-гу-гу. Я хотела собственно начать рассказать только за эту вот маленькую его фразу и ушла так далеко в лес и по дрова. Кто в лес, кто по дрова. Поэтому надо, конечно, я сейчас заканчиваю, потому что подъехала заправляться. Первое, что я хочу сказать, обязательно надо говорить вашим любимым, ну я сейчас имею ввиду в частности семью, я имею ввиду мужей и жен, ну я как женщина говорю про мужа. Надо мужьям говорить «я тебя люблю». Надо обязательно это говорить, смотря в глаза. И надо муж мне говорить «я тебя люблю», смотря куда-то в сторону. Я говорю «почти, ты кому говоришь, ты забор любишь? Или меня любишь?» Он уже привык. Я немножко, наверное, я все-таки это принесла в наш дом, что как бы я всегда ему «я тебя люблю, я тебя люблю, ты у меня такой красивый». И он первое время «Ай, ты, наверное, заслепая, я же такой страшный!» Ну всё, он уже понял, что он красивый, он уже красивый, он поет в себе сам песни, какой он красивый. Дело не в этом. И когда я выхожу из дома, это тоже, наверное, я ему привела, потому что я не уйду из дома, пока не нахватаюсь кучу комплиментов. Я говорю, как я выгляжу? И он начинает мне рассказывать. «Ах, какая!» Ну, всякая ра. Поэтому мы обменялись с ним любезностями, мы с ним обменялись любовью, всякими приятными словами. Я спокойненько ушла, и мне хорошо, и мне хорошо, и ему хорошо. И это так несложно, и как много это значит для семьи. Ну вот, наверное, и всё. Там после заправки... Не хочу я ехать на пустую заправку, тем более на меня смотрят. Что-то не приятно пустует. Хочу, я хочу на вас посмотреть. Ну вот, наверное, и всё. Не говорите плохо о бывших девушках, бывших парнях, о бывших жёнах. И ещё я хочу сказать. Там мне одна девочка написала под моим видео по поводу... Скажи мне, кто-то в муже, я скажу. Кто ты написал? Да, девчонки молодые, наберутся мудрости. Я точно хочу сказать, что умными не становятся, умными рождаются. И поэтому вот те, кому не повезло родиться умными, но вот они и будут поливать своих мужей, своих подруг и всё это прочее. Когда вам на пути встречается такой человек, бегите от него. Бегите, будь то... Умный ли вы, Лимон, хотел сказать, мужчина или женщина, бегите от таких людей, потому что они далеко не умные. Я другого слова не буду говорить более там, не это. Бегите от таких людей, потому что завтра вы будете объектом поливания грязью. Сто процентов из уст этого человека. Всё, до свидания, сейфер, благослови.